Традиционно подобные лекции проводятся в стенах образовательных учреждений, но на этот раз урок мужества решили организовать на территории историко-краеведческого музея. Это пилотный проект главы городского поселения Одинцова Александра Гусева. Урок мужества, который мы проводим сегодня, посвящен подвигу советского народа в битве под Москвой в 1941-1942 годах. На этот урок мы пригласили учащихся пятой класса в среднюю образовательную школу номер 16 городского поселения Одинцова. Дети должны знать историю нашего государства, дети должны расти на примерах наших предков, видеть образцы этих примеров вживую, общаться с этими людьми, чтобы в их памяти на долгие годы сохранились истории, связанные с подвигом нашего народа. Разница довольно велика. Одно дело слушать о подвигах зашкольной партой в привычной обстановке и совершенно другое в месте, где историей пропитан каждый квадратный метр. Тут и командный блиндаж советской армии и многочисленная боевая техника. От просто музейных экспонатов до реальных объектов, участвовавших в сражении. Тема урока мужества – оборона Москвы и контрнаступление советских войск. Пятиклассников пригласили в блиндаж, для них провели интерактивную лекцию, прочли письма советских и немецких солдат, показали различные экспонаты, документальные фильмы и исполнили песни военных лет. В блиндаже то включался, то выключался свет, создавая дополнительные ощущения того нелегкого времени, когда в подобных землянках проводились отнюдь не лекции, а командные совещания. Мы сейчас запускаем вот этот новый проект еще в год 70-летия Великой Отечественной войны, победы советского народа в Великой Отечественной войне. Год этот не закончен. И вот это мероприятие, оно одно из тех мероприятий, которое посвящено 70-летней годовщине. После того, как мы проведем вот этот урок мужества с представителями 16-й школы, мы планируем эти уроки мужества проводить с учениками других школ, и городского поселения Денцова, и муниципального района в целом. После урока мужества ребята познакомились с экспозициями, представленными в музее. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».